Еще недавно они проводили дни на больничных койках, а сегодня на спортивной арене. Их жизнь условно разделена на до и после. О том, что было до, они говорить особо не хотят и не привыкли жалеть себя. А вот после пересадки органов, жизнь этих людей заиграла новыми красками. Путешествия, знакомства, спорт, активный образ жизни. Это не мечты, это реалии. Кстати, в турнире по мини-футболу приняли участие не только пациенты после трансплантации, но и медики. Они такие же люди, имеют право жить полноценной жизнью, которая не хуже, чем других. То есть они имеют право работать, имеют право рожать, заниматься спортом. Умеренные физические нагрузки уже где-то 10-15 дней после операции. А полноценными, умеренными нагрузками, полноценными, где-то около полтора месяца с постоянным контролем и нарастанием нагрузки. Но это не спорт, это активная физическая нагрузка и это здоровый образ жизни. На спортивной арене Виктории четыре флага. Здесь собрались соседи, белорусы, россияне, поляки и украинцы. Международный турнир среди пациентов после трансплантации – это не просто футбол. Соревнование уже история. Второй по счету поединок собрал порядка 50 человек. Он посвящен Европейскому дню органного донорства и трансплантации. И проходит под девизом, который полностью оправдывает себя. Трансплантация – это жизнь. Трансплантация – это жизнь. Почему? Потому что мы, вот видите, как мы путешествуем. Мы ездим на соревнования, мы мыслим, как нормальные люди. Несмотря на то, что, допустим, у меня поменялась почка, я хочу, чтобы, наоборот, люди не падали духом. И обязательно готовились, старались, ждали. И ни в коем разе никогда не думали о том, что потеряна жизнь. Занимаюсь спортом, футболом. Иногда с ребятами собираемся. Есть такая организация у нас – Нефрлига. Оттуда ребята позвали играть уже на международные соревнования. Приехали, собрались, команда небольшая, без замены играли. Мне пересажена почка дважды. В 2013 году была донорская материнская почка-пересадка. Три с половиной года донор прожил, потом он отторгся, потом сестра отдала. И вот я уже практически два года буду зиму в декабре, как два года я живу с сестринской почкой дважды пересаживаю. Что бы ни случилось, я всегда справлюсь. И главное – поддержка родных и близких. Конечно, в ходе соревнования были призеры. Но в этом сюжете принципиально не хочется оглашать победителей. Ведь это именно тот случай, когда счет на табло не имеет никакого значения. Став участником турнира, каждый из игроков приобрел гораздо больше, чем дипломы и медали.